По информации ИС, несмотря на запланированное на 9 мая этого года официальное открытие автомобильной части Керченского моста, проектировщики моста на данный момент не имеют полной уверенности в его надежности и категорически настаивают на необходимости проведения соответствующих испытаний, которые должны занять определенный период времени вне зависимости от тоннажа и габаритов транспортных средств, которые планируется пустить по мосту на первоначальном этапе. Так, по имеющейся информации в дилемме необходимости пропагандистского эффекта и большой вероятности возникновения технологических проблем на начальном этапе эксплуатации моста, пока на неопределенный срок все-таки будут установлены ограничения для автомобилей весом только до 15 тонн, а весь другой габаритный транспорт свыше 15 тонн, в том числе, который доставляет продукты питания на территорию аннексированного полуострова и дальше будут использовать паромную переправу. Кроме того, на начальном этапе категорически запретят постоянное движение автомобильного автотранспорта. Планируется запускать ограниченное количество транспортных средств с обоих направлений, останавливая движение до тех пор, пока они не проедут мостопереход и только потом запускать следующую партию. В связи с этим оккупационная власть оставляет функционировать три парома – Крым, Керченский и Ейск. Поэтому нет ничего удивительного, что глава ФСБ Бортников заявил о возможных террористических угрозах со стороны Украины в районе Керченского моста, чтобы потом, в случае аварии или техногенной катастрофы на мосту, после его открытия и начала эксплуатации, все быстро списать на эфемерных украинских диверсантов.